Друзья, от души всех приветствую на нашем канале для самостройщиков. Сегодня у нас очень обширная программа. С какого-то времени мой канал превратился из тематического в какой-то влогерский. Большую часть времени я просто рассказываю о том, что делаю в этом доме. И заметьте, изменений в нем очень много. Может быть здесь на этаже их не так видно, но на самом деле, друзья, если посмотреть весенние кадры и увидеть то, что происходит сегодня осенью, очень много чего. Не буду отвлекаться от главной темы. Мы начнем с заливки и наливайки на полу, а потом плавненько переместимся на уже серьезные, полезные для вас работы. И я думаю, что этот выпуск будет полезен для всех тех, кто строит свой дом, кто еще не определился в выборе водоподготовки, отопления. Как она громко работает, но, кстати, заметьте, уже 59% в доме. Два видоса назад было 78%. Так вот, встречаемся с вами после видео в комментариях, и там уже начинаю обсуждать все вопросы, все нюансы, все моменты. И может быть вы чем-то мне даже и поможете, подскажете, потому что вопросы у меня будут. Поехали! Я решил эту комнату подготовить. Здесь у нас будет бильярдная комната. Сейчас тут пропылесошу. Тут будет комната отдыха, такая небольшая. То есть какой-нибудь диванчик, столик такой пацанский. Для наших встреч, посиделок и так далее. Там поставим бильярдный стол. Вы помните, что раньше у меня было желание сделать кинотеатр. Вот тут повешать проектор, там монитор, здесь диван. Ну, а тут что-то типа моего кабинетика. Волею судеб мы поняли, что, ну, дешевле купить телевизор хороший, чем проектор. Который, во-первых, долго разогревается, в котором, во-вторых, лампа имеет свой ресурс. Очень много минусов. Так, еще раз. В общем, я здесь очень быстро сейчас налью наливайку. Зачем она здесь нужна? Тут будет ковер. Так как бильярд, здесь нельзя кафель. Так как здесь раньше была у нас бильярдная, мы уже налили наливайку, но переиграли все на теннис. Это намного удобнее и намного прикольнее для детей, веселее. И, кстати, большой привет моему другу с Питера, который меня надоумил поставить теннис. Ну, все, друзья, начинаем работу. И, да, еще один момент. Если вдруг вы подумали, а, так сегодня только наливайка, все, до свидания. Мы выключаем. Не надо. Сегодня еще бочка и водоподготовка. Да. Не смог с вами не поделиться. Не мог с вами не поделиться. Новой радостью мы взяли вот такой вот пылесос. Он классно подходит для пылесошения в автомобиле, но и отлично подошел для того, чтобы нам сейчас пройти вот эту комнату. И один момент, друзья. Все предметы, которые я использую в своей стройке, я в описании даю ссылки. Поэтому переходите, смотрите, ну и выбирайте. Хороший пылесос, но, честно, больше, наверное, подходит для таких небольших помещений либо для автомобиля. Вот этот конкретно пылик мы взяли для машины. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Теперь мы должны оставить это на какое-то время, чтобы пол просох, и потом покрыть еще на второй раз. Очень важно выключить полы, если они у вас греют больше 23 градусов. Уменьшите. Продолжение следует... Сильно пылило, и многие из вас в комментариях писали, что Дэн, если пылит, просто пройдись грунтовкой, и больше ничего не надо. Я пробовал, все равно пылил. А когда вот этой штукой проходишь, она формирует такую скорлупу, на которой уже прям пыли вообще нет. Мне это очень понравилось. То, что даже вот раковины у меня получились, да вообще не страшно. Здесь сверху ляжет ворсистый ковер, чтобы шарики от бильярда падали и не разбивали ламинат и керамику. И, собственно, все. Теперь бочка. Теперь бочка, и теперь давайте спаяем водоподготовку. Я не устал. Я очень сильно заряжаюсь энергией этой избушки. Она клевая. Вот оно, мое богатство. И вот это тоже. Из этого всего я буду собирать вот такую вот конструкцию. Но прежде чем начать эти работы, я вам кое-что покажу. По поводу вентиляции вы мне говорили, что может быть у тебя неправильно сделано. У меня даже вот такая есть. Такая, такая. О, кстати, смотрите. Заработала. Сейчас только заметил. Смотри-ка шарашит. Вы понимаете, о чем я? Это вот про индикатор. Это при том, что дверь открыта. Наверное, потому что убрали влажность. В том видео было 70 с чем-то. Надеюсь, уже 68. Стены сохнут. Все становится просто классно. А теперь о том, о чем я вам хотел показать. Сейчас, правда, у меня жена завидовать начнет. Жень. О. Чем можно открыть афганский казан? Молотком. Я вот эту одну не могу. Горячая. Горячая, да? Конечно, горячая. Подержи камеру. Ты думаешь, я зря молоток взяла? Нифига себе, а что такое? Ну, она, видишь, вероятно, еще горячая. Не знаю. Молотком, конечно, не вариант. Покушали. Нифига себе, да? Разобрал. Давай, показывай горшочек вари. Чем нас угостит сегодня? Ух ты. У нас получился овощной рагу вместо плова? Нет, но я же там слоями закладываю. Мясо вниз. А ты читала рецепты по поводу плова из афганского казана? О, слушай, ну липкий получился, как надо. Я хочу это попробовать. Это супер. Слушай, он липкий, как надо прям. Камера не запотела. Смотрите, что мы сегодня поставим. Помните, я говорил про кислощелочную среду, которая течет у нас из дымохода и попадает в салолифт. И тем самым его может испортить. Мне пришлось приобрести вот такую вот штукенцию. Ну, самый умывальник вы сегодня увидите. А вот это клевая штука. Фирму не буду показывать, потому что это Китай. За это меня многие будут ругать. Но мне сам дизайн нравится. Посмотри. Ну, я тебе такой же куплю на кухню потом. Да. Ну, ты достань все. Это у которого прям такой взял и такой. Да, да, да. Ну, мне так сильно не придется. Я просто сделал высоко, чтобы можно было ведро налить. И умывальник простой, какой-то советский, по-моему. Ну, в смысле, русский. А нет, не русский. Что-то не по-русски написано. Короче, ладно, все. Пойдемте ставить. Итак, братцы, по котельной у меня тоже есть что сказать. Работа идет полным ходом. Газ у нас уже работает. И причем газ у меня сейчас на 35. Что, в принципе, просто, ну, низкотемпературные контуры. Хотя радиаторы еще не везде висят, потому что мне не все приехали. Скажу по-другому. Когда ты покупаешь радиаторы российско-китайской сборки. Я не знаю, это не реклама, но я взял румеры. То существует еще такая проблемка. Они могут немножечко быть покоцанными. И именно такие мне и пришли. Чем мне нравятся ребята из 100 градусов, тем, что они не отправили такие батареи ко мне. Они на месте посмотрели. И вот маленькие царапинки, которые были, что мы делаем? Я говорю, ну, давайте возвращаем на склад, конечно. Если бы это была какая-нибудь Италия или Германия, то, конечно же, эти батареи не покоцались. Потому что их просто лучше упаковывают. Сейчас, в рамках нашего сегодняшнего видоса, у меня есть желание рассказать вам подключение бочки. Но просто так подключить мы не можем. Потому что нам нужно еще подключить систему водоочистки. Так как бочка без водоочистки не заработает. Также я взял умывальник, который необходим для того, чтобы наш соло-лифт периодически промывался. Я сейчас опущу вот эту штуку пониже. Пущу туда линию на умывальник и подключу его сюда. Периодически иногда приходится руки помыть и так далее. И соло-лифт здесь как нельзя кстати. Сегодня я планирую вам рассказать, сколько ушло на всю котельную денег. Покажу смету, для того, чтобы вы, в принципе, были в курсе. Ну, цены, конечно, не актуальны будут через год или через полгода. Но для того, чтобы просто понимать, сколько будет стоить коллекторно-лучевая развязка на ваш дом из нормальных материалов, вы можете посмотреть мою смету. Еще я расскажу полностью, как вся обвязка происходит. Но для этого мне необходимо что-то хотя бы связать. Вот я уже начал делать связки для бочки, правильные связки. Это очень тяжело делать, когда ты находишься не в городе и до города тебе ехать. И, конечно же, ты не особо разбираешься в сантехнике. Поэтому, например, простой момент. Я подключил всю систему и у меня насос не входил. Мне пришлось взять день для того, чтобы съездить за удлинителем. По газу сразу скажу вам. Вот сейчас 103 куба и это 8 дней. Ну, примерно предположив, мы можем сказать, что за этот месяц у нас уйдет кубов, наверное, 300. Но это не зима. Но, с другой стороны, и дом еще не доутеплен, и батареи еще не везде стоят. Если сейчас развешивать везде батареи, соответственно, мне кажется, будет чуть поэффективней. Давайте не будем терять время. Я начну работу, вы смотрите, и буду по дороге комментировать. И еще затравочка. Вот, я собрал сначала схемку, как будет выглядеть у нас система водоподготовки. И теперь по ней просто удобно мне будет собирать. Так, это у нас обратка горячей воды. Она идет по этой схеме. Сейчас я сразу объясню. Хотя, скорее всего, вам было бы интересно увидеть всю схему. Но я подготовился. Все просто. С котлом у нас там свои договоренности. Но сейчас мы говорим конкретно об обвязке бочки. С котла у нас справа выходит обратка, слева выходит подача. На подачу мы просто в бочку на средний клапан ведем дюйм. На обратке мы ставим сюда грязевик. И все. Грязевик. Дальше краны везде. Обязательно. Краны, американки, нужны везде. Самое интересное идет у нас на обратке и на подаче ГВС. Это горячее водоснабжение. То есть, здесь змеевик находится внутри бочки. Вы поняли, да? Который греет просто все, что внутри бочки. Здесь у нас подача чистой воды. Тут тоже все просто. То есть, обратный клапан, тройник для слива с бочки и кран. Все. Здесь уже объяснил. А вот горячая вода. Тут все интересно. На подаче горячей воды у нас стоит кран. Это понятно. Дальше сбросник. Сбросники бывают любые. Но вот стандартный, простой сбросничок. По-моему, какой-то тоже итальянский. После сбросника у нас идет тройник и идет у нас колпачковый кран. Чем прикольный колпачковый кран и почему я советую на него раскошелиться? В принципе, стоит он недорого. В районе там 2,5-3 тысяч, если хороший, фирменный. Но у него есть классная штука. Просто открутив фитинг для того, чтобы поменять бочку или там мембрану внутри, вы сразу же получите литров 5-10 горячей воды. Либо вам придется остужать всю систему. Что, согласитесь, совсем неудобно просто зимой. Что мы делаем? Вот тут у меня тоже колпачковый кран. Берем шестигранник. Перекрываем колпачковый кран. Перекрыли его. И потом открываем здесь ключом мипель и сливаем аккуратно воду. После чего мы можем спокойно раскручивать американку и разбирать наш резервуар. Ну а мы идем дальше. После колпачкового крана у нас идет подача уже на все приборы. На обратке я поставил все полотенцесушители. Почему они на обратке? Что летом я могу где-то перекрывать краны, придавливать. И у меня через байпас, который меньше в диаметре, будет проходить все горячее вознабжение дальше. А таких штук у меня на каждом этаже. Их будет, по-моему, два или три. Два. Обратно это возвращается кран, фильтр-грязевик, насос, обратный клапан, кран. Все. Это мы сейчас с вами описали бочку. Очень простая схема и очень правильная. Не прибавить, не убавить. А теперь слайды. Вот, друзья, как это выглядит в жизни. Там у нас подача чистой воды. Потом идут дюймовые разъемы на котел. И здесь у нас обратка горячего водоснабжения. По стрелочке можно определить, куда все это течет. Обратный клапан, насос. Кстати, по насосу, насколько все-таки я художник, а не техник, я даже не знал, что ни в коем случае нельзя располагать вертикально сверху или снизу. Его всегда располагают горизонтально. Почему? Потому что здесь находится крыльчатка. И если мы поставили бы его вот так, как мне изначально хотелось, и даже на схеме я его так нарисовал, то крыльчатка сдохнет очень быстро. Она просто выйдет из строя. Ну, так же, как и нельзя располагать, например, кверх ногами или так грязевик. Ну, это аксиома. Получается, что у нас обраточка сейчас поднимется к потолку и пройдет весь контур дома. И, собственно, в подачу попадет назад в бак. Видите, эти все выходы, они на баню, кроме маленьких. Теплые полы в баню. Дальше рециркуляция горячего водоснабжения, чистая вода и грязная вода. Грязную мы уже с вами подключали все лето, она работала. А чистая рециркуляция пока останется так. Потом я в схему врежусь, когда уже подойдем к этому вопросу ближе. Потому что баня, я даже не знаю, когда у нас появится. А теперь работаем, смотрим, работаем и смотрим. И смотрим, и работаем. Еще, друзья, у меня такая личная просьба, даже не просьба, а совет. Я дарю, делюсь с вами алтайским настоящим вкусным метком. У меня есть и дягель, и василек, и другие разные вариации. Поэтому, переходя на сайт, на вот этот, вы делаете пользу себе. Вы делаете помощь мне в строительстве дома. Потому что каждая копеечка, она, сами понимаете, это все дорого. Самое главное, что у нас сериал не останавливается. Потому что у меня есть финансы на продолжение работ. У вас есть интересности на просмотр моего вот этого изменения в нашем сериале. И мы все друг другу делаем полезно, я думаю. Я же не просто какие-то донаты выклянчиваю, да? Я вам предлагаю настоящее алтайское здоровье, настоящее лакомство. Ну, не знаю, честно скажу, ну, не говоря уже про ковиды всякие разные, но сезонные вот эти гриппы и урвишки меня обходят стороной. Ту-ту-тфу, и деревяшка. Блин, я же в своем доме дерево вообще стараюсь не использовать. Это у меня слив с умывальника. Я его утеплил. Утеплил почему? У меня 50-ка хомут, а он 40-ка. И он болтался. Утеплил, а теперь это смотрится немножко порнографично. Не знаю, оставлять ли так или нет. Как-то посмотрим. На крайний случай я в местах хомутов обрежу, а там будет держать. Остальное сниму. Ну, посоветуюсь. Как это вообще? Ну, как-то так. Как-то непонятно на самом деле. Ну, вот тут я делать не буду. Тут я просто поставлю, тут все закрывается. Итак, не знаю, интересно вам или нет, но я покажу все. Так, склеиваем нижний клапан с дистрибьютором. Отцентровываем. Там есть внизу эксцентрик. Отцентровываем. Теперь обрезаем прямо по горловине. И прежде чем засыпать сюда смесь, я должен закрыть водоподъемную трубку. Закрыть ее чем-то защитным. Вон, нашел пакетик. Пойдет. Вот этого гравия надо засыпать. На 2 см закрываем нижний вот этот конус. Так, следующая задача заполнить это многокомпонентной ионообменной загрузкой. Очистка от солей жесткости, очистка от железа, очистка от маргарца. В вашем случае, друзья, возможно, другая засыпка. Просто у меня вот эти параметры, и поэтому мне она подошла. Она как песочек. Ну да, она как песок. Будет заходить нормально, надеюсь. Нарезаю пакет, вставляю начало и пошел. А на кончик трубы я одел простую крышечку от сока. Все, весь пакет так сначала засовываешь. Он как раз всыпается за это время. А потом, по сути, просто его обратным движением вытаскиваю. Вот так. Какая-то прикольная штука. Она как желейка. Я думаю, какой-то песок будет. Она прям как желешка, вон, видите. Вот столько насыпал, и еще будет, наверное, вот до сюда. Не знаю, сколько хватит, но у меня осталось пакета 4. У меня не без приключений с этой икрой. Фу! Объясняю. Я разрезаю пакет. Достаю из него внутренний пакет. И так я уже четвертый пакет высыпаю сюда. Разными путями пробовал. И через целлофан, и совочком. И вот пришел к выводу, что самый оптимальный вариант это вот так. Не знаю, зачем вам эта информация, друзья. Теперь о косяках. Открываю один пакет. Достаю из него внутренний. И оказывается, что дно на внутреннем пакете не запечатано. Хотя на всех остальных оно запечатывается. И получается, что я достаю за пакет, и у меня просто, просто одна засыпка уходит в мусорное ведро. Придется сейчас покупать еще одну засыпку. Сейчас пропылесошу все. Капец. Она просто так рассыпалась, и все по полу. И главное, пол не прибран. Все нахожу, не найду времени. Ну, а теперь нет смысла его прибирать. Сейчас добью уже остальные пакеты. Тогда все пропылесошу. Ну, свинарник, конечно, согласен. Можете меня за это поругать даже. Три с половиной пакета еще есть. Но я думаю, что как раз того пакета одного и не хватит. Докупим, досыпем, все будет хорошо. После засыпки всех компонентов одеваем это назад на фильтрующую трубу. Эксцентрируем. И заворачиваем до упора. Все. Короче, я отстрик грязную воду, отстрик чистую воду. Отстрик. Все, отстрик. Смотрите, какая она замечательная вода в системе. Пока. Ну, скоро, надеюсь, будет чистенькая. Так, все, это надо прибрать быстренько. Не люблю. Смотрите. Так, в конечном итоге, что мы имеем, друзья? Мы имеем бочку, которая обвязана У этой обвязки есть свои определенные требования Это кран, краны должны быть везде Потом я поставил удлинитель, так как у меня насос не входил Дальше насос, грязевик, американка Для того, чтобы я мог вот этот сегмент разобрать, тот сегмент разобрать Вытащить весь элемент и с ним поработать По идее, американка здесь не нужна Тут можно поставить простой фитинг Но мне не понравился расклад, что я там американку откручиваю Потом это все начинаю вращать Проще две американки, вытащил сегмент и все Это у нас обратка Обратка также имеет у меня дорогу на воду Вода мне нужна в данном случае для того, чтобы мой соло-лифт обеспечивать периодически чистой водой Вы все знаете, что у меня очень сильно помогала в этом работе компания 100 градусов И очень многие написали, что они тебя разводят, они тебя обманывают Очень много чего здесь реально лишнего и можно было сэкономить По соло-лифту объясняю Я бы мог, конечно, сделать конденсационный выход Вон туда, по стене Но это было бы настолько порнографично и некрасиво А теперь спойлеры Здесь в ближайшее время будет красивый белый кафель Там, в прачечном Там будет стоять у меня стиральная машина Возможно две, потому что у меня есть старенькая, есть новенькая И здесь будет стоять осушитель воздуха Мы отказались от сушильной машины на газу Поставим здесь сушильный комплекс, классный И он будет все это дело хорошо осушать И проблем у нас не будет Эта прачечная будет теплая, клевая, замечательная Сейчас ко мне придет диспетчеризация После чего, когда здесь появится в бочке горячая вода Я смогу подключить уже циркуляционный насос Который будет делать рециркуляцию всей системы И у него будет настройка тонкая по времени Когда работать Ночью выключаться, в 4 утра включаться Выходные и так далее Я все это настрою Так, что еще важно по бочке Здесь я поставил еще специальный грязевик Который можно ставить вертикально Ну и как я уже говорил У меня все, я стараюсь ставить итальянское Мне не очень нравится, что она шатается Но с другой стороны она ни на что не влияет У нас есть подача, есть обратка И они обе уже настроены Так, по бочке все Тут больше вообще ничего не нужно Осталось только к ней подключить свой датчик температуры Чтобы уже зонт у меня понимал Какая температура в бочке Когда ее включать, выключать и так далее Мы, кстати, питаемся последнее время на 30 градусов И нам хватает Когда я включу бочку, здесь загорится еще второй огонек Теперь самое интересное Друзья, сейчас я вам расскажу Про систему водоподготовки Здесь нет ничего сложного Совершенно Но изначально может показаться Что система прям мощная И какая-то очень сложная Это вы помните, да? Видос у нас Вот тут, там, тут, 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 там По ссылке Из насоса поднимается вода Здесь для отбора грязной воды Не знаю зачем Ну, например, чтобы обесточить всю систему Грязевик Дальше у меня идет Это робот Который понимает Когда, что и где Включить и выключить Дальше кран После чего система поднимается До отдачи грязной воды Эта грязная вода пойдет потом на улицу Я ее пущу через ту самую трубу Которую вы все ругали Что я закопал ее под пол И она может потечь Здесь у меня чистая вода Грязная вода Рециркуляция Система в баню Собственно, все Вот Едем дальше Отсюда Тройничок Здесь ставится у нас кран Это будет байпас О нем позже расскажу Тройничок Грязевик После него американка Которая ведет это все уже в колонну Колонна Вот она Потом Уже узел обратки Который идет В чистую воду То есть Фильтр Чистой очистки Так скажем Потом Он все это пускает В ультрафиолетовую лампу Что в этой лампе интересно И мне понравилось И меня пугает Если я сейчас Выдачу штуку Вы увидите Что там стеклянная колба В которую вставляется Ультрафиолетовая лампа Страшного по идее ничего Но есть и страшные моменты Если колба В которую вставляется лампа Лопнет То у нас просто на пол Польется вся вода Пока робот ее не отключит После чего Это все идет Опять на кран Вот на систему Байпасирования У байпаса есть тоже свой кран Он вот он И Через обратный клапан Это уже попадает у меня в бочку Вот и вся сложность По настройке Самой колонны Если вам интересно Я сниму специальный видос Вы об этом только скажите Я вам расскажу Как настраивается колонна Тут в принципе Ничего сложного А да Еще у нее идет Заполнение колонны Солями Там засыпана соль Это для регенерации И еще Одна ноу-хау Которую обычно Никто не делает Но Мне подсказали Умные ребята Из экологической техники В городе Бийске И спасибо им большое Как собрать Систему Правильной Дренажной системы Вот так скажем То есть идет комбинированный фитинг Одна вторая Внутренняя резьба Фитинг Внешняя резьба Уголок Одна вторая Фитинг Полипропилен И дальше Двадцать пятая труба Выводит это все В канал Иго Канал Иго У меня вот так Выполнено Вот и все Вот и все Кто ко мне не приходит Друзья В котельную Говорят Вот прям предприятие Прям как-то это все Тут прям человек нужен Кочегар На самом деле Тут очень все просто И при всей этой сложности И внешнем Страшном виде Всей этой котельной Она очень простая Прям просто простая Ну и надеюсь Что скоро Она будет у меня управляться С моего телефончика Огромная благодарность Тем Кто досмотрел до конца И теперь точно Увидит ту тему Которую я обозначил В начале выпуска А это смета Я-то в принципе Ее знаю Почти наизусть Но для вас Выложу ее Вот в этой части экрана И здесь у меня Будет проходить Все то что я приобрел В Новосибирске В 100 градусах В бийских же Сантехнических магазинах Я оставил Где-то в районе От 140 до 160 тысяч 100 тысяч У нас ушло На подвод газа К дому И заход его в дом При том что Газ у меня проходит Всего лишь полутора метров От самого участка И этот выпуск Вы можете посмотреть На нашем канале В разделе Отопление И вот эту сумму Я отдал За всю систему Отопления И водоснабжения В которую вошли Все трубы Сантехнические Фитинги Разъемы Соединения Сантехника Ну ее пока немного Но тем не менее То есть это Раковины Смесители Унитаз Что-то там По мелочам Цифры конечно Страшные и громкие Но с другой стороны Система Которая позади меня Ну она пока конечно Еще не реализовала себя В полном объеме Но я уже доволен Тем что она умная Тем что она качественная Я заканчиваю этот видос Но не заканчиваю сезон В эту зиму У нас работы По моему больше Чем в это лето Накоплена большая куча Уже материала Который нужно Устанавливать В качестве небольших спойлеров Это двери Кафель Керамика на первый этаж В наш зал Да много чего Много чего Поэтому следите за каналом До скорой встречи Увидимся на следующей неделе Все пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok